Привет, друзья! Рад видеть вас все на канале о здоровье, тренировках и жизни. Итак, температура воздуха 5 градусов, температура Днепра 4 градуса. Я буду немного шмургать носом, потому что я только что купался в этой воде. Да, я открыл сезон. Смотрите, сезон открыл. Сейчас у нас что там, 25-е, по-моему, ноября, да? В чем особенность этого видео? Это эксперимент, потому что, те, кто меня знает или не знает, я уже более 7 лет занимаюсь маржеванием. Вот это 7-й год. Правда, прошлый год был очень теплый, и особо не получилось маржевать, была слишком теплая зима. Невероятно, парадоксально теплая зима. Так вот, о чем это видео? Друзья, в течение 7 лет, как я маржевал, я ни разу не болел. Никаких простуд, ни температуры, ничего не было. Но этой осенью все стало по-другому. Потому что у меня пошел малой садик. Кто знает, что такое дети, когда они идут в ясли, то обычно вся семья начинает болеть. И это нормально, абсолютно нормально. То есть дети, когда идут в ясли, они должны переболеть чем только угодно, всеми вирусами, не надо этого бояться. Так получается, так образуется иммунитет, так это работает. Но мы начали болеть тоже вместе с ним. И я не маржевал еще, только сейчас открыл сезон. Соответственно, я сейчас прямо болею. Да, моей маме очень понравилось это видео. То есть у меня сейчас кашель, такой бронхах, такой, знаете, свистящий кашель, такой жутковатый. Вот уже где-то неделю, наверное. То есть я не только заболел, а вот уже как бы выздоравливаю, но не до конца еще. То есть я конкретно простужен. Вот видите, у меня там на лице, там, да, простуда высыпана. То есть я думаю, сомнений никаких нет. Ну, наверное, по голосу немножко слышно. Кто слышал в последнем видео, может услышал в голосе разницу. То есть я простужен. Так в чем особенность? Я за 7 лет, я не был ни разу простужен. Я не мог провести такой эксперимент. Залезть в воду простуженным. То есть небольшой насморок есть тоже. Обычно считается, что нельзя в таком состоянии лезть в воду, мажевать, как бы никто этого не делает. Но я провожу такой эксперимент на себе, потому что сейчас, в принципе, не такая уж погода холодная. Как бы 5 градусов, это довольно тепло все-таки. И посмотрим, что из этого выйдет. То есть это видео буду, скорее всего, делать целую неделю. Наверное, я еще вам запишу следующее свое купание. Вот сегодня я купался, я показал вам, да, в этом видео. И запишу еще следующее, расскажу о результатах. Работает это или нет. То есть я проверяю это на себе. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Смотрите, друзья, я хочу дать пару советов еще по поводу моржевания. Когда вы будете заходить в воду, обратите внимание, я зашел резко, да, резко и уверенно, да, не долго заходил. Я зашел, три раза окунулся и вышел. У меня есть на канале более подробное видео о том, как методика моего моржевания, да, и как я ее использую. То есть 7 лет я отработал четкую технику, как я это делаю. Я всегда делаю одно и то же и ничего не выдумываю. Я хочу просто, чтобы вы еще обратили внимание, я не рассказывал в прошлых видео, когда будете моржевать, на свое дыхание. Когда вы заходите, вы рефлекторно начинаете глубоко дышать. Это нормально, реакция организма, он так и должно быть. То есть вот этот глубокий вдох рефлекторный, он может вас напугать, да, как будто бы легкий сжимает, вот такой глубокий вдох такой, или он даже ртом такой. То есть вы начинаете вот такой, делаете вдох, вот подтверждение, мой кашель. И вы делаете вот этот вдох, это абсолютно нормально. Старайтесь дышать, слушайте свое тело и делайте вот эти глубокие вдохи. Дышите носом. Когда в воде дышите носом глубоко, когда вы ходите после воды, после вот этого окунания в воду, да, тоже дышите глубоко носом, так как организм хочет, прислушайтесь к нему. Это очень нужно, чтобы создать определенную у вас среду в организме, внутри, да, потому что кислород, дыхание, это очень важно. Это кислотно-щелочной баланс, это целая система. Об этом тоже снимал видео, поэтому это все не просто так. Организм знает, что он делает. В чем идея вообще, да, я, зачем я пошел сегодня моржевать? Идея в том, что в теории у меня должен быть такой шок от переохлаждения, а меньше 5 градусов я никогда не лезу в воду. Если она меньше, если она больше 5, то есть я не лезу в воду. Я жду, когда будет меньше 5. Я считаю, если вода больше 5, то шока у вас особо не будет. Недостаточный шок, я скажу так. То есть сегодня 4, и это реально было очень холодно, еще и ветер. Так вот, когда вы заходите в такую холодную воду, этот шок вызывает гормональный всплеск у вас в организме, гормональный выброс мощнейший. Выбрасываются в кровь противовоспалительные гормоны, такие мощные, как кортикостероиды. Это очень мощные гормоны. И они вызывают, собственно, выздоровление организма. Это экстренный режим, им не надо злоупотреблять. Один, максимум, два раза в неделю чаще не нужно. Но этот режим работающий, поверьте, проверено уже миллионами людей. И мой личный опыт уже 7-летний говорит об этом, что это работает, друзья. Никогда я зимой вообще не болел, когда я занимался моржеванием. Никогда. То есть видите, в начале осени малой пошел в садик, я заболел. Ну, теперь зато проведем эксперимент, посмотрим, что будет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Посмотрите на мои ноги после поогружения. Они красные. Какая-то вена синяя вылизла. И просто весь красный. Привет, друзья. Ну что, эксперимент продолжается. Только что я еще раз покупался. Прошла неделя. Сегодня у нас 3 декабря. 3 декабря. И я еще раз сегодня покупался. Я показывал вам только что мои ноги, какие они были красные после купания. Само купание я уже не снимал. Я думаю, вы мне верите, что я купался. Смотрите, эксперимент продолжается. Все стало немного не так, как я думал. Добавились новые факторы. Поэтому я буду снимать видео, скорее всего, еще минимум неделю. Еще одно купание. Нужно, чтобы какой-то эксперимент закончился. До какого-то логического завершения. В чем особенность? Как вообще все протекало? После прошлого раза, если вы помните, да, я был простужен. Мне в тот же день насморок еще больше стал. То есть усилился даже кашель. Стало как будто бы даже хуже. Но на следующий день стало конкретно лучше. То есть прям вообще хорошо стало. И лучше, лучше и лучше. И практически я уже выздоровел полностью. Кашля не было. Ночью там уже не кашлял. Все было хорошо. Реально начал выздоравливать. То есть прям аж появилась какая-то вот сила, не знаю, энергии больше стало. Я там, тренировки сразу, результаты улучшились. Ну, буквально вот два дня назад у меня, у меня малой приносит в садик опять какой-то вирус. То есть малой с соплями, жена опять с соплями. А тоже третий раз за эту осень, друзья. У всех насморок. И у меня тоже подхватило. Я полоскал нос, и поэтому меня еще и заложило нос сейчас. То есть я просто прополаскиваю солью и содой. Слабым раствором. Я рассказывал в одном из видео, как я лечу насморки. Поэтому сейчас у меня вообще нос заложен. Это, я думаю, хорошо слышно. Вот. Поэтому я все равно только что пришел купаться. Хотя состояние у меня было такое. В теле сил нет, слабость. Вообще никуда не хотелось выходить с кровати. Даже с одеяла не хотелось вылазить. Не то, что куда-то идти. Тем не менее, нашел в себе силы. Пришел, все равно покупался. Очень доволен, что это сделал. Вот жалел бы, если бы я этого не сделал точно. Но сегодня есть насморок. Сегодня опять у меня вот второй день такой легкий кашель. Опять как в горле першения какой-то. То есть опять как будто бы простуда. Опять как будто бы новый вирус. Еще и в садике у нас спрашивают буквально недавно. Вчера. А как вы справляетесь с насморком? Потому что в садике у всех сопли. То есть опять в садике у всех сопли. Пришли новые дети. Сейчас там потоками приходят. И новые дети опять с соплями приходили. То есть это как круговорот. Я понимаю, о чем писали у меня под видео люди. Что постоянно болеют, когда дети в садике тут. Вот теперь я вас хорошо понимаю. Ребята, я 7 лет до этого не болел вообще. Жена лет 10 не болела. А теперь мы заболели третий раз за осень. Но вот эксперимент продолжается. Я все равно покупался. И буду ждать неделю. Посмотрим, что будет дальше. Привет, друзья. Я нашел сегодня третий день эксперимента. Сегодня на улице 0 градусов. Где-то так 1. Все такое растаивает. У нас был серьезный гололед. Сегодня я только что покупался. Вода 3. 3 градуса в Днепре. Итак, нужно уже подводить какие-то итоги. Как все происходило. Как что было со мной вообще. После второго раза опять было то же самое. Я пришел домой. Опять началось как будто бы ухудшение. То есть какое-то состояние хуже стало. То есть даже как-то кашель усилился. Какой-то вот, не знаю, как будто нос даже сильнее начал работать. Такое вот состояние было. Но на следующий день стало конкретно лучше. И так становилось лучше, лучше и лучше. И вот до сегодня я в принципе считаю себя уже практически полностью здоровым. Не в 100%. Есть какое-то еще покашливание. Но, друзья. Нужно рассказать вообще, да. Чем я вообще переболел за эту осень. Потому что такого со мной не было никогда раньше. Так я не болел никогда. Вообще никогда. Конечно же, что я перенес, угадайте. Да, я перенес ковид. Я перенес его в сентябре еще. У меня у малого в садике его нашли. Садик закрыли. И мы как раз сразу же заболели все. То есть опять же малой принес его домой нам. И мы всей семьей заболели с разницей примерно там 3 дня, 3-4 дня. У меня было довольно, в довольно легкой форме. Но все равно была легкая обнимания. То есть температура была. И это где-то месяц, наверное, держало состояние. А после ковида, ребята, иммунитета практически нет, друзья. И это прям чувствуется. И организм как-то по-другому реагирует. Вот. Поэтому все равно после этого, после того, что у меня была пневмония легкая, я все равно начал опять моржевание сезон. Да, вот вы в курсе. Да, сегодня 14 декабря. И, ну, сегодня реально очень тепло. Сегодня даже я вот без шапки записываю видео. Не потому, что там на видео без шапки будет. Потому что реально тепло просто. Ну, или после проруби так тепло. Я не понимаю. Наверное, после проруби еще так тепло. Вот. Смотрите. Какие мои конкретно выводы, да? По поводу всего этого. Во-первых, хочу сказать, да, откровенно. Я вообще не уверен, что проводили такие эксперименты кто-либо, когда-либо вообще. Ученые не проводят такие эксперименты при таких температурах. Они считают это экстремально опасным. Максимум 14 градусов. Там я находил исследования американские. 15. Они уже считают это очень какие-то серьезные холодные температуры. Вот. Сегодня вода 3 градуса. То есть при таких просто нет информации. Реально нет. Вот. Я проверяю на себе мои выводы. Это не какая-то панацея. То есть прорубь – это не то, что сразу сделает вас идеально здоровым, да? У меня не было такого, что я прям покупался. Вот смотрите, сегодня третий раз, да, уже купаюсь. И только вот на третий раз меня как-то я чувствую себя реально здоровым, да? То есть у меня нормальный нос, у меня нету кашля. Это такое легкое-легкое покашляние, такое иногда совершенно. Ну нету никакого уже там мокроты, вот этого всего нет. И есть ощущение, что как будто организм взял курс на выздоровление. То есть как будто бы вот какой-то щелчок внутри, и то становилось хуже-хуже, а после проруби все-таки становилось постепенно лучше. То есть как стабильная схема в этот день становится как будто хуже, становится еще чуть-чуть хуже, а потом резко она становится лучше. То есть вот такая схема, но организм все же как будто бы стал сильнее, как будто бы стал мощнее, и вот как будто больше энергии у него на выздоровление, больше какой-то вот, все равно силы появляется больше после проруби. Хотя это не какая-то волшебная пилюля, что ты залез в прорубь, и ты там выздоровел, да, у тебя все болячки твои повходили. Вот. Хотя вы знаете, да, в каком состоянии я это все проводил. Смысл эксперимента был в том, проверить, насколько вообще можно вот простуженным лезть в воду, что будет со мной. То есть все, кто знал о моем эксперименте, мои окружающие, ну, родителей, конечно, нет, узнают уже из видео, то все мне говорили, что у меня будет пневмония по-любому, то есть я по-любому заболею еще хуже, будет еще хуже. То есть с такими вот словами вокруг я это все делал, этот эксперимент, да, то есть там даже жена до конца не была уверена, что это вообще хорошо закончится. То есть, а я был уверен, что будет все хорошо. Вот. Иногда тяжело себя было заставлять сюда идти, потому что когда не чувствуешь себя идеально таким здоровым, да, тяжело заставлять себя лезть в эту прорубь, да. Но я это делал, эксперимент я считаю завершенным. И по результатам судите сами, я не могу вам, конечно же, ничего подобного рекомендовать. Возможно, именно у вас не получится после этого выздороветь, возможно, вам станет еще хуже. То есть никаких гарантий я не могу давать, этот способ рекомендовать массово я не могу. Вот. Но сам я буду продолжать этим заниматься по себе. Я чувствую, что действительно лучше становится и как будто бы настраивается организм на другой лад, знаете, на какой-то тональность здоровья. Конечно, можно еще это объяснить, как-то ментальность, да, просто меняется. То есть, когда ты сидишь дома, болеешь, то ты сидишь, болеешь, там, все, да, ты ничего не хочешь делать. Ты там не занимаешься своим здоровьем, но когда ты настроен по-боевому, да, как вот боец, да, ты идешь в прорубь в эту, залазишь. Ну, твоя ментальность, конечно, после этого меняется. По-любому ты становишься настроенным на позитив, на какое-то выздоровление, на здоровый организм. То есть, ментальность здесь, конечно, очень важна. И нужно, чтобы у вас было все-таки желание сюда заходить. Я хочу сказать, со мной постоянно я вижу, как люди купаются, я их просто на видео не снимаю, люди, которым за 70, за 80 лет, то есть, это люди, которые уже потеряли, скажем так, свое здоровье и поздно пришли к тому, что нужно, допустим, закаляться, да, плавать в проруби. Очень мало молодых, да, молодые есть, но их очень мало все-таки, больше людей в возрасте. А вы, друзья, можете быть гораздо мудрее и умнее и начинать это все делать уже с молоду. И тогда, скорее всего, когда вам будет 70, вы уже не будете приходить спасать свое здоровье и, да, там, восстанавливать по крупицам то, что было утеряно раньше, да. А тогда вы просто будете приходить здоровыми, несмотря на возраст, и будете себя хорошо чувствовать, и будете продолжать закаляться. Поэтому лучше, конечно, начинать это, как я вот начал давно, да, у меня уже 8 или 7 год я уже этим занимаюсь, то есть, я уже реально давно этим занимаюсь. И продолжать этим заниматься и дальше. Смотрите, следите, под этим видео я буду писать, еще там, буду наблюдать за собой неделю, две, месяц буду наблюдать, как мой организм на это все реагирует. И я буду менять описание под видео и комментарии писать, да. Каждое мое видео я что-то там всегда добавляю. То есть, иногда возвращаетесь к видосам, я меняю там иногда информацию, описание, какую-то новую инфу добавляю. Вот, хочется сделать материал вообще по научным исследованиям, да, по поводу моржевания. У меня страниц, наверное, 90 текстов на эту тему. Очень много чего почитал, очень много чего знаю, как это работает. И хочу приготовить такое видео вам, не знаю, постараюсь сделать хотя бы этой зимой. Все, на этом все. Ждите новых видео. Спасибо, что вы со мной. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok